где крупный здесь я понял сама готовы здравствуйте уважаемые друзья мы сегодня начинаем очередную йома таланту истоба и сегодня это не йома таланта истоба а хома таланту истоба потому что вместе с нами представитель главного офиса хома именно хома потому что он находится в испании роман роман здравствуйте здравствуйте рома приехал из испании он отвечает за ему в испании и не только в испании он считается вот как мне сказали ребята это big boss но он очень скромно искал просто представить его рома рома давайте начнем с рабочих вопросов а потом уже перейдем на личный вы расскажите вот как вот роман такой славян славян попал на работу в испанию как вообще вот началось ну скажем так в раннем возрасте 18 лет я уехал учиться в испанию после учебы начал работу в табачной компании на скажем так достаточно большой и известной на мировом уровне не будем называть имени кому конечно для того чтобы не делать бесплатной рекламы и тем более табак на сегодняшний день не совместим с тем чем мы занимаемся да скажем так табаки спорт никак и после нескольких лет работы в табачной компании предложили очень интересную работу как раз в компании джома на или хома правильно сказать да так что предложение было очень интересным она меня очень привлекала потому что все-таки возможность сотрудничать и работать странами восточной европы счастью азии был очень интересным предложением поэтому перешел компанию хома расскажите какие виды спорта в приоритете у компании хома давайте я буду говорить съем а вы по привычке выручил хома да окей отлично скажем так основными видами спорта для нас являются в первую очередь это конечно же футбол футбол это можно так сказать бог всех видов спорта сама компания еще 50 лет тому назад между прочим в этом году нам 50 лет мы будем праздновать наше 50-летие это говорит о очень большой стабильности очень большой и длинной прогрессии развития самая важна позитивная прогрессия то что компания и бренд хома из года в год растет и растет очень быстрыми темпами кроме футбола который является одним из самых важных для нас это все направления футболов большой футбол футзал женский мужской пляжный футбол следующими направлениями для нас являются конечно же легкая атлетика ваша федерация национальная сборная легкой атлетики уже не первый год экипируется также у нас и не только ваша испанская легкоатлетическая сборная уже десятками лет одевается нас в этом году и в прошлом году на уровне национальных сборных у нас их было около десяти в мире олимпийские комитеты у нас есть поэтому легкая атлетика для нас является одним из приоритетных видов спорта то что она очень быстро очень активно развивается так как это индивидуальный вид спорта который скажем так не требует специфического места сбора многих людей судей так далее он очень активно развивается кроме того мы активно сотрудничаем с такими видами спортами как баскетбол волейбол гандбол где у нас также есть присутствие на уровне сборных команд некоторых стран ну и кроме того достаточно новое направление для нас но также очень активно развивающиеся за последние года это велосипед и конечно же если у нас есть велосипед и легкая атлетика это дуатлон и триатлон и одними из ключевых видов спорта также является теннис отлично практически весь спорт вы в себя вмещаете вот расскажите 50 лет на рынке а вот с какой футбольной командой самый крутой вот у вас мог быть контракт вот или может быть были какие-то наработки я знаю вот я лично знаю для меня самая крутая команда в которой носит йома это валенсия а вот было что-то вот может быть в шаге что-нибудь такое и и и кого бы вы хотели одеть какой бы клуб боже но это немножко наверное компрометирующий вопрос вы думали будет легко просто не так просто ответить я могу так сказать для нас является нашим девизом вообще-то одними из наших юма-хат юма-сул нет но мы сказали что личные вопросы потом по профессиональным нашим девиз девизом является уважение к спорту уважение через спорт потому откровенно и честно говоря я считаю что любая команда на скажем так высшей высшего дивизиона первого дивизиона требует к себе определенного уровня уважения или респекта потому что это все таки профессиональный футбол это очень высокого уровня усилия в первую же очередь спортсменов до простых ребят футболистов которые отдаются на 100 и иногда и на 200 процентов до скажем так вторым нашим девизом является это всегда есть выход если вы out на скажем так мы говорим о том что уважение к спорту уважение через спорт но всегда есть выход если к более конкретно ответить на ваш вопрос по поводу команд наверное одними из самых топовых команд которые у нас были есть и будут наверное ближайшее время это вы правильно сказали команда валенсия в 2006 обладателем кубка уэфа тогда еще кубок уэфа был была команда сивилия которая играла в нашем году этом году они тоже между прочим выиграли кубок уэфа уже лигу европы буквально через через две недели будет матч суперкубка суперкубок европы между прочим в этом году знаете будет проводиться в грузии в тбилиси будет финальный матч я туда хотел попасть но случилось так что скажем так там была достаточно сложная ситуация с продажей билета и тогда интересно получилось с точки зрения тех команд которым мы стремимся и те которые у нас есть практически в каждой европейской и азиатской стране где мы присутствуем как бренд у нас есть команды высшей лиги и топовые команды у ваших соседей у россиян есть три команды высшей лиги это ростов который сезон тому назад стал обладателем кубка российской федерации в нашей форме это уфа это мкар я бы никак не сказал что уровень этих команд или уважения к ним меньше чем к той же сивили к той же валенсии на сегодняшний день в этом году мы начинаем в испании с тремя командами тахи тафи гранада и испанел на скажем так испанел это команда из барселоны его называют прекрасным меньшинством на скажем так то что в барселоне но есть каталонское движение и есть можно так сказать испанское движение а поэтому испанел как раз является представителем испанцев внутри внутри барселоны в других странах во франции это тулус в англии могу забросить небольшую такую за и куда у нас уже в этом году есть подписан контракт с командой высшей лиги англии когда мы увидим пока что не могу сказать потому что это конфиденциальная информация да скажем так но это может быть темой для обговора ваших любителей которые следует за вашим каналом да и за новостями которые вы публикуете контракт уже у нас подписан есть кто не могу сказать имени так что нас мы можем устроить конкурс давайте устроим конкурс мне кажется интересным он будет немножко длительным потому что пока не будет официальной презентации мы не имеем права называть имени этой команды да скажем так когда будет известно это будет официальным в конце чемпионата когда закончится чемпионат можно еще не вот на этот который сейчас начнет на год 16-17 за то что в странах где футбол очень развит да скажем так где футбол на очень высоком уровне такие контракты подписываются ну там за год или даже за два то что производственные процессы эксклюзивной формы и так далее к таким нашим партнером мы относимся очень чепетильно да скажем так мы производим для них эксклюзивную форму эксклюзивную коллекцию разрабатываем большую маркетинговую программу в этом направлении расскажите пожалуйста как ваши конкуренты влияют на вашу работу как они вас мотивируют подстегивают я не буду называть их но именные названия мы ни в коем случае произносить не будем на то что это там кошка прыгающая через буквы там треугольничек там галочка но вы знаете откровенно говоря рынок спортивной экипировки спортивной одежды он очень большой и на нем присутствует официально зарегистрированных брендов около 250 да скажем так и в этой всей каше есть очень большая ротация есть буквально 56 стабильных игроков до их даже меньше десяти которые постоянно присутствуют на рынке со своими взлетами и падениями как и все потому что в бизнесе в спорте во всем в жизни есть взлеты и падения это даже хорошо когда есть взлет и падения плохо когда сплошная серая линия на скажем так тогда нету никакого роста конечно же конкуренты влияют очень позитивно то что мы из тех людей или я из тех людей кто позитивно смотрит на конкуренцию конкуренция должна быть она в первую очередь приносит благо потребителю то что если бы не было конкуренции потребитель в конечном результате не бы не получал бы самого лучшего продукта производитель или бренд мог бы остановиться сказать у нас есть определенные уровень разработки есть определенный уровень цен мы одни на рынке нас все равно будут покупать поэтому зачем нам что-то делать зачем нам улучшаться так что конкуренция на нее рассмотреть позитивно и мы на нее смотрим позитивно это как вы правильно сказали стимул для роста эту стимул для того чтобы улучшать самого себя чтобы быть лучше чтобы сделать что-то лучшее что-то более конкурентно способное вот вы сказали что есть большой топ-6 даже вы хому в него включаете обязательно или вы с обязать нет нет конечно что мы как раз находимся на ходе 6 да и могу сказать далеко не на последнем месте молодец расскажите просто разницу в использовании спортивного инвентаря в странах балтии и вот в испании вы же я думаю следите за этим можете ответить ну скажем так тут в первую очередь наверное зависит от вида спорта от количества от населения от вида спорта и от погоды да скажем так или общей сложности да потому что все-таки климат стран балтии очень отличается от климата южных стран у нас есть намного больше солнечных дней да скажем так меньше выпадает осадков поэтому используя спортивного инвентаря конечно же отличается хотя могу так сказать что скажем так спортом активно занимаются и у вас и у нас дело то что в процессе занятия спортом там зимой у вас переходят больше в залы или больше утепляются или уходят на катание на лыжах у нас погода дальше позволяет скажем так играть на солнечных полях и наслаждаться спортом а каким вы видите бренд йома через десять лет вот что изменится что будет лучше скажем так на сегодняшний день рынок всего развивается настолько быстро и настолько активно что сложно прогнозировать насколько быстро к нам в наш сектор придет можно так сказать прогресс информатических технологий и прогресс 3d принтеров и так далее то что даже на сегодняшний день уже есть разработки представьте себе да вам на сегодняшний день вы когда хотите пить на вы подходите к автомату забрасываете в него монетку и вам выпадает там баночка любого освежающего напитка на скажем так или бутылочка воды в принципе будущее спорта или будущее спортивной обуви в многом направлено в это направление уже есть разработки того чтобы скажем так делать мобильные 3d принтеры на которые можно поместить в жестяную коробку поставить возле стадиона и не делать длительных производительных процессов имею ввиду придет человек забросит туда монетку вставить новую вытащить много в кроссовке абсолютно правильно имеется будущее обожженную огненно скажем так из большой буквы j made by homo кажется смешным но я всегда привожу пример что там лет десять тому назад до лет десять тому назад вы бы кому-то сказали про смартфон про iphone про то что по skype можно будет чуть ли не потрогать человека в любой точке мира ожидаются кроссовки может быть там с вайфай рутером смотрите у него кроссовки с вайфаем всего как не осталось но не только кроссовки на сегодняшний день уже есть материалы текстиль виды текстиля а которые принимают на себя которые являются вайфай рутерами да можно так сказать прям виды текстиля до матери они сами раздают они не берут это из воздуха и и потом раздание ну конечно что скажем так какой-то порт подключения есть но задача гигантов интернета да скажем так это все-таки насытить землю сделать землю единой паутиной да и для того чтобы сделать ее единой паутиной надо найти то что может быть максимальным количеством раздатчиков да скажем так чтобы надеваем вас в вайфай рутер звучит звучит может слишком футуристически на сегодняшний день но это реалия такие материалы уже есть иома стремится тоже к этому ну конечно обязательно мы считаем передовым брендом да скажем так который делает много новинок припустим если говорить про тот же футбол могу с гордостью сказать с гордостью про наш бренд что футбольный мяч изобрела хома практически не футбольный мяч но если вспомнить прошлое то в прошлом до 1990 года все футбольные бутсы были только черными и белыми в девяносто первом году наша компания бренд хома был первым кто сделал первый красный бут и только три года после нас наши конкуренты поняли то что они что-то теряют что незначительно теряют рынок это были одними из трех лучших лет нашей компании как раз продажи футбольная обувь то что мы сделали свою рода революцию в футболе просто шел конвейер с черными бутсами и нечаянно челок красная краска ну да это интересно ну что давайте про вас поговорим рома вот тут вопрос у меня написан о вашем времяпривождении не во время работы что вы делаете когда вы не работаете на бренд хома я уверен что вы постоянно думаете что вы ложитесь этой мыслью просыпаетесь этой мыслью но все-таки какое у вас хобби что вы делаете свободно ну конечно что мое хобби то бренд хома не если я выхожу с офиса каждый вечер иду цех сажусь за швейную машину и начинаю делать будут практически так откровенно говоря я не считаю свою работу работой это хорошо это я вас поздравляю в первую очередь для того чтобы человек что-то делал с душой он должен любить свое дело если вы рассматриваете свою работу как работу что вот надо идти на работу это наверное ошибка и я рекомендую таким людям искать чего-то нового в жизни да потому что мир настолько большой в мире настолько много вещей которые можно делать если вам не нравится ваша работа если вы с утра думаете о том что надо идти на работу просто поменяйте работу просто шить что самое сумасшедшее экстремальное вам доводилось испытывать и делать но это уже очень личное самое сумасшедшее экстремальное я думаю что так глубоко не надо заходить я понял хорошо может что-нибудь вы планируете из экстрима попробовать ну вы знаете вот будет ли бренд хома поддерживать экстремальные виды спорта и поддерживает ли обязательно поддерживает дело в том что у меня отношение к экстремальным видам спорта является не совсем экстремальным кроме моей большой любви к футболу к баскетболу гандболу теннису но один одна из вещей которыми я занимаюсь свободное время когда я не думаю про хому хотя я откровенно говоря думаю практически про нее всегда потому что я люблю свое дело экстремен есть виды спорта которые называются экстремальными да это такие как там дайвинг это skydiving это парапланиризм да скажем так в свободное время иногда я занимаюсь парапланиризм наскому так я являюсь пилотом параплана на скажем так и компания хома производит много продукции которая также используется в экстремальных видах спорта на экстремальные виды спорта она направлена на экстремальный вид спорта или она просто тоже подходит можно так сказать прямого направления данные экстремальные виды спорта у нас нету пока но многие пока многие из нашей продукции такие как припустим вся линия термобелья вся легкоатлетическая линия да скажем так используется в экстремальных видах спорта потому что тот же trail running на скажем так есть за последние годы очень активно развивается ночные забегы ultra running забеги да скажем так там свыше раньше марафонская дистанция считалась 42 километра на сегодняшний день люди пробегают 50 80 100 150 километров да скажем так это в три в четыре раза больше чем первый марафонский забег это почтальоны в африке это почему раньше почему такую дань отдавали марафону потому что первый человек который пробежал марафонскую дистанцию он добежал донес почту до информацию которую перед ним стояла задача и он умер после того как пробежал 42 километра на сегодняшний день люди бегают у него не было хома просто абсолютно правильно не было хороших правильных кроссовок он не был правильно одет в правильную одежду и скажем так его тело не дышало не так выводила влагу так что с точки зрения экстремальных видов спорта я сам занимаюсь экстремальными видами спортом хотя говорю не считаю их экстремальными потому что папа дефу выйду по канату пройдусь между на высоте 200 метров у вас нервы видимо хорошо не расшатанные железные и от высоты боюсь я боюсь летать на самолете на параплане я еще не летал но думаю тоже испугаюсь это совсем другое чувство знаете лететь на самолете вы зависите от пилота надо так вы зависите от решений которые принимает кто-то за вас если я прилечу на параплане сейчас то я тоже буду зависеть просто у нас будет двое в этой связке да меня это все время напрягает что я не могу контролировать ситуацию это правда рома вы много наверняка вы много путешествуете ну в принципе я могу сказать что я мало бываю дома много путешествовать это стиль жизни какая страна вам больше всего понравилось вот из тех где вы были вы знаете там больше всего продается холм ну наверное нет я бы не сказал что обязательно должна быть страна где больше всего продается холм и у каждой страны есть своя аутентичность есть что-то свое прекрасное скажем так каждого ром ближе вот прям остался бы там жить вот прям бы открыл бы там завод и там бы делал бутсы но это вещи наверное которые могут быть не совсем совместимы у каждого есть свои приоритеты если говорить про что-то личное дата я большой любитель природы но не все страны где красивая хорошая природа являются странами благоприятными для легкого и удобного развития бизнеса поэтому на этот вопрос наверное однозначно будет ответить сложно есть очень красивые среднеазиатские страны есть очень красивые европейские страны каждая страна аутентична по себе и не настолько сама страна а насколько люди которые ее украшают да потому что если посмотреть на те же скажем так здание архитектуры замки церкви скажем так музеи они сюда прекрасно что отличает страны это улыбки на лицах людей да скажем так это приятные теплые отношения поэтому у каждой страны что-то есть особенное красавчик вот молодец прям тактичный такой аж не могу вот у нас есть традиция ром мы ставим наших талантов неловкое положение есть такой близ опрос я задаю несколько вопросов очень быстро и отвечать надо не задумываясь вот чтобы прям в голову приходит прямо говорим мы не говорим что там лично делись отвечаем первое что приходит в голову да итак поехали почему снег белый потому что вода белого цвета конденсируется в лед белого цвета одинас или рыбок хома леональд месси или ирина шейк ирина шейк кого бы взяли на грамм на главную роль в рекламу хома массе кто бы никогда не был в главной роли в рекламе хома крестьяна рональд хома по это по испански а джома этапа джома этап английского что вы можете пожелать напоследок нашим зрителям счастья успеха радости наслаждения жизни спасибо большое вот такой вот приятный бородач из испании представитель главного офиса хома был сегодня нас в гостях рассказал много чего интересного ну вообще вроде душевный человек надо в него денег доложить спасибо всего хорошего до свидания